Итак, салат Гранатовое сердце готов! Посмотрите, как красиво он смотрится на праздничном столе. Особенно хорошо сочетается с белой скатертью. Здравствуйте, зрители канала УТатьяна! В сегодняшнем видео хочу с вами поделиться классным рецептиком салатика, который называется Гранатовое сердце. Я думаю, этот рецептик вам придется по душе, так как скоро у нас уже день влюбленных и мужчинам и женщинам нужно придумать какие-то такие красивые блюда, чтобы поразить свою вторую половинку. И я сегодня предложу такой салатик, который вам, я думаю, очень понравится. Итак, начинаем! Для этого салата нам понадобятся следующие продукты. Конечно же майонез. 250 грамм любого майонеза. Не кушайте майонез, используйте сметану. Нам еще понадобится одна крупная свекла. Я ее отварила и натерла на крупную терочку. Три куриных яйца тоже отварила и натерла на крупную терку. Понадобится еще морковка. Две средних морковки тоже отварила и натерла на крупную терочку. Не забывайте, овощи нужно в период варки подсолить, для того, чтобы уже в салате их не нужно было солить. Нам еще понадобится 300 грамм отварного куриного филе, нарезанного кубиками среднего размера. Еще две средних луковички, которых я нарезала, тоже кубиками среднего размера. И мы будем лук обжаривать на подсолнечном масле. 100 грамм любого твердого сыра. Нет твердого сыра, можно использовать плавленый сырок, тоже 100 грамм. И для украшения средний гранат, зерна среднего граната. И подсолнечное масло 2 столовых ложки. Первое, что мы будем делать, это обжаривать лук на подсолнечном масле. До среднего такого золотистого цвета. Лук поджарился до среднего золотистого цвета. Как видим, он уже остывает. А пока мы займемся сборкой салата. У меня нет такой разъемной формы в виде сердца. Есть силиконовая, с плотными такими краями. В ней я буду делать салат. Первым слоем у нас будет свекла. Распределяем свеклу по дну формы. Желательно это делать равномерно. С помощью силиконовой лопаточки, ровным слоем распределяем свеклу по всей поверхности сердца. Солить, как я уже сказала, мы не будем. И перчить тоже. Так как соль я уже добавляла в период варки свеклы. Ровный слой уже сделан. Теперь берем майонез. Немного. И распределяем по поверхности формы. Майонез вы можете взять любой жирности. Какой вам нравится, такой используйте в салат. Готово. Первый слой уже есть. Вторым слоем у нас будет, конечно же, яйцо. Берем яйцо. И таким же способом разравниваем по всей поверхности формы. Аккуратно. Три яйца, средних куриных яйца, достаточно для нашего салата. И опять используем майонез. Второй слой из яйца готов. Третьим слоем пойдет морковка. Распределяем ее по всей поверхности формы. И опять сверху делаем сеточку из майонеза. Распределяем аккуратно. Стараемся, чтобы вся поверхность была с морковочкой. Этот салат очень интересный. Красиво смотрится на столе. Ну и будет украшением вашего праздничного стола. Я думаю, что на день влюбленных, на 8 марта этот салат подойдет. И чуть-чуть майонеза. Четвертым слоем у нас будет куриное филе. Распределяем тоже по всей поверхности. Солить тоже не нужно. Я когда варила куриное мясо, я уже солила. И добавляла, конечно, лавровый лист и перчик горошком. Все специи. И майонезная сеточка. Следующим слоем у нас пойдет лучок, обжаренный на подсолнечном масле. Обязательно нужно лучок в этом салате обжаривать. Тогда салат получается намного вкуснее. Майонез здесь уже не нужен в этом слое. И последним слоем у нас пойдет твердый сыр. Распределяем тоже по всей поверхности. Не забывайте, что твердый сыр нужно натереть на мелкую терочку. И чтобы у вас не было проблем уже с терочкой, как ее нужно помыть. Потому что после твердого сыра обычно терочка залипает. И вымыть ее практически невозможно. Прежде чем натирать сыр на терке, смажьте ее подсолнечным маслом. И вы увидите, что после работы помыть ее у вас не составит никаких проблем. Распределили по всей поверхности твердый сыр. Теперь нам нужно будет смазать еще раз майонезом. И все это дело перевернуть на блюдо. Я взяла для нашего будущего салата блюдо. Так как наш салат находится в силиконовой форме, нам нужно его перевернуть. И с помощью вот этого блюда я рукой взяла, придержала и перевернула. Теперь мы сейчас увидим, что у нас получилось. Нужно чуть-чуть приподнять. Аккуратно. И вуаля! Идеально получилось. Сердце как настоящее. Теперь последний штрих. Мы украшаем наш салат зернами граната. Я думаю, что такой салат, если вы приготовите своим любимым половинкам, они вам будут благодарны. И даже удивлены, что вы оказались такими изобретательными. Салат сразу же после приготовления можно кушать. Итак, салат гранатовое сердце готов. Посмотрите, как красиво он смотрится на праздничном столе. Особенно хорошо сочетается с белой скатертью. Так что примите это к сведению. Если будете уже сервировать стол, обязательно постелите белую скатерть. И на белой скатертье этот салат будет смотреться превосходно. Я хочу вам сказать, что вы должны обязательно приготовить вот этот вкуснейший салат своим вторым половинкам. И они вас отблагодарят своей нежности и добротой. Готовьте, экспериментируйте и у вас всегда все получится. Оставайтесь со мной и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok